Я всё ещё играюсь вот этой довольно дешёвой китайской экшн-камерой. И в принципе за такие деньги всё очень даже хорошо. Качество сборки, да и качество видео вполне устраивают. Но вот хрипящий звук, это конечно что-то. Но я довольно давно складываю различные микрофоны от гарнитур, мобильных телефонов и разных устройств в коробочку. Сам не знаю зачем их храню. И вот что я подумал. А что если какой-нибудь микрофончик от сотового телефона переставить в эту экшн-камеру? А вот с чего и выйдет. Потому что от такого качества звукозаписи я вообще толку не вижу. Звук у этой камеры как из туалета. Поэтому разбираем. Для начала вытягиваем карту памяти. Выключаем камеру. И вытягиваем аккумулятор. Камера разбирается довольно легко. Надо поддеть верхнюю крышку. И отщёлкнуть защёлки. Здесь вот получается две с этой стороны, две с этой стороны и по одной сверху и снизу. Дальше необходимо отпаять вот здесь вот два проводка. Провода на кнопку. Иначе есть риск их просто оборвать. Да, а у меня паяльник-то уже остыл. Не прикольно. Есть. Дальше откручиваем четыре винтика по бокам и один в центре. Теперь можно снять верхнюю крышку. Оп. И вот что у нас внутри камеры. Места здесь, конечно, дофигища. Wi-Fi антенна. Замотана. Хрен знает во что. И, собственно, поддеть как-то за пластик. И оно должно вылезти. Поддевать надо аккуратненько, потому что с той стороны шлейф на экран. Так. Вот когда оно до вот такого состояния открылось, нужно аккуратненько пинцетиком подлезть внутрь и отщелкнуть шлейф. Как все удобно сделано. После таких операций я могу гинекологом становиться и лечить гланды через жопу. Теперь это должно, оп, вытащиться. И вот что у нас получается. Что шлейф экрана, он довольно короткий. И полностью вытащить и нормально отсоединить не получится. И, кстати, с обратным собиранием будет тоже довольно много мороки. Вот, собственно, и вся камера. Странно, кстати, динамик по идее должен был приклеен куда он приклеен должен быть. Куда-то сюда он должен быть приклеен. Я, наверное, эту штуку уберу и приклею его двухсторонним скотчем вот сюда. Ну, ладно. Вот, собственно, сам микрофон. Сеточка у него уже уехала. Вот, попробуем его отпаять и заменить вот таким вот микрофончиком. Это от гарнитуры какой-то походу. Ну и посмотрим, что выйдет. Если ничего не изменится, ну и, видать, судьба. Паять я на камеру, пожалуй, не буду. Поэтому выключаюсь. Стандартный микрофон я уже отпаял. А вот припаивать новый боюсь перегреть. Поэтому из вот такой вот латунной фольги сделал трубочку по диаметру микрофона и зафиксировал скотчем. Потому что если перегреть, то хорошего звука уже точно не будет. Припаял микрофон. Также на кусочек двухстороннего скотча приклеил динамик, чтобы он не болтался в корпусе. И в термоусадку обтянул антенку. А то как-то бумажный скотч совсем не по феншую. А теперь собираем. Вот, самое трудное, пожалуй, будет защелкнуть обратно шлейф. Ну да приступим. Фух, кажись защелкнулся. Так, теперь попасть разъемами. Кое-как собралось. Осталось еще чуть-чуть. И последний винтик. Готово. Так, теперь можно это защелкнуть. Возвращаем карту памяти. Аккумулятор. Оп. И крышечку. Оп, оп, оп. Оп. Звук с экшн-камеры после перепайки микрофона. Раз, два, три. Прием. Ну, в общем, чудо не произошло. Ну да и ладно, черт с ним. Тут, кстати, по поводу этой экшн-камеры такая интересная история с щедрым китайцем. В общем, обнаружил я такой косяк, что греется карта памяти. Ну, не то чтобы прям особо так греется, но, как бы, когда запись идет, нагрев еще можно объяснить. И, как бы, это нормально. Но, что интересно, отключаем запись, а карта продолжает греться. Ну, в принципе, обращать на это внимание не обязательно. Ну, вот сейчас она такая тепленькая, хотя записи не было. То есть, вот она градусов, так может, под 40. как бывает, разогревается. Но самое интересное, что запись-то остановлена, а она нагревается. Ну, я решил написать китайцу. В продавцу. Мол, может, это глюк какой-то в прошивке, и, может, типа, он дал бы мне прошивку, я прошился. Ну, мало ли. Разное бывает. Ну, как бы, он мне в ответ, типа, давай вышлю тебе новую карту памяти. Ну, хорошо, давай, но, как бы, я разные карточки пробовал, и все греются. С чего вы взяли, что ваша карточка не будет греться? Он так подумал, и... А давай я тебе вышлю новую карточку и новый аккумулятор. Ну, ладно, я, как бы, не против. Только хотел у него спросить по поводу характеристик, типа, а что за карточка, что за аккумулятор, что ты вообще отсылать собрался? А он мне сразу трек-номер дает. Ну, думаю, ладно, интрига тоже хорошо. И вот, сегодня приезжает посылочка, наконец-то забрал ее, приезжает карточка на 32 гигабайта 10 класса, написано Kingston. Проверил, все, скорость нормальная, реально 32, никаких подвохов, хотя мог кинуть и 1 гиговую, то есть, мы с ним не договаривались ни про скорость, ни про емкость. Молодец. Карточка. Аккумулятор. Прислал вот такой аккумулятор на 1050 мА. С учетом того, что тут в камере в комплекте идет аккумулятор на 900 мА. Ну, правда, заявлено 900, по факту 730. Этот приехал на 1050, ну, по факту 850, но это все равно лучше, чем идет в оригинале. И как бы мы не договаривались про аккумулятор, вот, я изначально думал, что он мне пришлет точно такой же, как в комплекте. Да и я-то и думал и флешку, конечно, что он гиговую пришлет. И еще дополнительно положил в посылку зарядку внешнюю для аккумулятора. Ну, в общем, щедрый китаец попался. Вот такая интересная история. А на этом все. На сегодня финал. Субтитры создавал DimaTorzok